Выбор всегда делал непростое, но когда выбор делают люди, которые объединены общей идеей, которые объединены любовью к науке, отдали науке многие десятилетия, когда это люди высочайшего профессионального уровня, естественно, лидеры российской науки, а очень многие из вас являются лидерами и мировой науки, думаю, что этот выбор будет сделать все-таки легче. Хотя каждый из кандидатов, безусловно, заслуживает того, чтобы быть лидером российской академии наук. Что мне кажется важным при реализации вашего права выбора? Любой из выборных кандидатов должен оплодать, кроме любви к науке и высочайшего профессионализма, еще одним качеством. Это моя точка зрения, кто-то может с ней, конечно, не согласиться. Это способность и готовность к командной игре, командной работе, не игра, конечно, командной работе. Готовность быть в команде и внутри российской академии наук, и в более широкой, большей по масштабу команде. Команде, которая состоит из людей, в той или иной степени имеющих отношение к науке, либо это люди, которые непосредственно занимаются наукой, либо те, кто участвует в партнерствах, консорциумах, используют результаты научной деятельности. У нас множество форм организации науки, без которых Российская академия наук, безусловно, главная форма. Но, тем не менее, есть вузовская наука, есть ведомственная наука, есть научные фонды, которые поддерживают коллективы ученых и конкретные научные проекты. Есть государственные программы, в том числе реализуемые Министерством образования и науки, но далеко не только, у нас крупнейший бюджет науки, по крайней мере, по формальным признакам Министерства обороны Российской Федерации. И, к сожалению, и это то, в чем я должен, все-таки, буду признаться, что ни мне, ни вам, ни всем нам вместе не удалось обеспечить командность в реализации научных задач, стоящих, научных вызовов, стоящих перед всей нашей страной. У нас отсутствует необходимая командная работа, отсутствует должность и степень координации между разными ветвями науки. С одной стороны, координация науки – это функция Российской Академии Наук по закону, и в этой части закон сейчас не выполняется в полной мере. С другой стороны, это должно быть результатом готовности всех, кого я перечислил, действовать именно в команде. И только в этом случае мы сможем добиться успеха. Я это хорошо знаю по другим сферам деятельности, от упомянутого спорта до административной работы, наука в этом смысле ничем не отличается. Успехов в 99% случаев добиваются те, кто работает командно, работает в коллективе. Желаю вам именно такого выбора, такой дальнейшей работы нам всем. Давайте сделаем это вместе. Спасибо большое. Желаю успешной работы в общего собрания Российской Академии Наук. Валерий Васильевич, спасибо вам за то, что вы через этот сложный период провели Академию. Ведь несколько месяцев были непростыми, но считаю, что вы абсолютно справились. Спасибо вам. Спасибо, Академ Владимирович, за препятствия и за обмотряющие слова. Продолжаем нашу работу. Уважаемые.